Всем привет! Недавно мы с мужем смотрели видео приготовления уличной еды. И вот вдохновившись этим всем, особенно на ночь глядя, когда кушать уже не нужно, холодильник должен быть закрыт, мы решили, что на следующее утро мы пойдем в магазин и купим и попробуем приготовить это все дома. Потому мы купили необходимый набор ингредиентов. И сегодня мы будем с вами готовить тост по-корейски с сыром. Ну, в общем, сейчас весь перечень продуктов я вам расскажу и покажу. Так, мы будем готовить две порции. Для приготовления двух порций нам понадобится масло, в моем случае это оливковое, вы пользуетесь каким вам удобно, морковка по-корейски, капуста пекинская, лук, 3 яйца, 4 кусочка тостового хлеба, голландский сыр, в моем он голландский, в случае о вашем какой вам нравится, и ветчина, колбаса, что опять-таки вашей души. Приступим. Берем морковку по-корейски и всыпаем ее в общее блюдо, в котором мы будем готовить котлетки. Берем лук. Теперь берем пекинскую капусту и тоже режем ее. Солим по вкусу. Теперь все тщательно перемешиваем до однородной массы. В процессе готовки выяснилось, что одного яйца, как оказывается, недостаточно для того, чтобы эта масса оказалась однородной, потому я возьму еще два. Оставляем полученную массу отдохнуть, а тем временем поджарим хлеб. Берем масло, добавляем на сковородку, берем наш хлеб и кладем на сковородку. Наши тосты поджарились, потому мы выкладываем их на тарелку и сейчас будем резать нашу колбасу и сыр. Наша колбаса уже поджарилась и мы отправляем ее прямиком на тосты. Пока дожариваются наши яйца, мы намажем вторую часть тоста, нашу так называемую крышечку майонезом. Вы можете заменить на любой соус, который вы любите. Наши яйца уже готовы, потому мы их отправляем прямиком на колбасу. В сковороду мы выкладываем изначально заготовленную капустную морковную массу. Тоже формируем приблизительно под размер наших тостов. И зарумяниваем на большом огне. Пока наши яйца еще не остыли, мы кладем на них сыр, для того чтобы он расплавился и отдал немножко вкуса. Ну что, наши капустные котлеты готовы. Выкладываем их. И теперь накрываем. Вуаля! Ну что, все готово, будем пробовать. Времени это, конечно, заняло немножко больше, чем у китайцев на улице. Но, думаю, это будет намного вкуснее. Приятного аппетита! Это действительно вкусно! Пока-пока!